Человек получил он и вместе с бытием, может быть, совершил его знания, беседуя Творца, усовершил посредством чувственных звуков и дополнил от себя по внушению же от Бога. В Слове, как органе, ума, необходимо должен отражаться образ Божий. Спросим себя, где начало Слова? На небесах, превыше небес, в вечности, в Боге. Какое достоинство Слова? Достоинство Божественное. Бог был Слово. Сын Божий для выражения своих божественных свойств не нашел в языке человеческом лучшего наименования, как наименование Слова. Нарисается имя Его Слово Божие. Апокалипсис 19.13. Какую силу имеет Слово? Силу вседетельную. Все тем было. В Слове человека должен быть некий образ Слова Божия и силы Его. Действительно, Слово поставило человека на лестнице творений выше всего земного и выше луны и солнца. Слово соединило людей в общество, создало города и царства. В Слове живет и движется знание, мудрость, закон. Словом образуется, поощряется и распространяется добродетель. Слово в молитве восходит к Богу, беседует с Ним и приемлет от Него просимое. Так как Бог сотворил человека с существом нравственным, имеющим тонкое внутреннее чувство развлечения добра и зла, то необходимой и высокую чертой образа Божия непременно должна быть далее свобода. Любому две учат, что свобода есть способность и невозбранность разумно избирать и делать лучшее, и что она по естеству есть достояние каждого человека. Истинная свобода есть деятельная способность человека, не порабощенного греху, не тяготимого осуждающей совести, избирать лучшее при свете истины Божией и приводить оное в действие при помощи благодатной силы Божией. Все силы нашего духа объединяются в нераздельном единстве душевной жизни. В этом отношении душа наша есть образ троичного божественного единства. Черты образа Божия в человеке. Образ есть нечто большее, нежели след. Все бытия показывают следы Творца и как бы заднее Божие. Образ лица Божия находится только в человеке. Так как Моисей не изъясняет, в чем состоит образ Божий, то для уразумения сего прибегнуть можно к сравнению сотворенного по образу с первообразным. Итак, образа Божия можно искать в существе человеческой души, духовном и бессмертном. Второе. В силах или способностях души. Амросий, Августин и Дамаскин находят образ Святой Троицы в памяти, разуме и воле. Третье. В соединении души с телом. Душа в теле, подобно как Бог в природе, будучи невидима, вся во всем присутствует, действует в нем, оживляет его, правит им и сохраняет его. Четвертое. В отношении человека к миру. Бог есть владыка всего, и человек поставлен владыкой видимого мира. Этой чертой описывает образ Божий Златоуст и Феодорит, которые слова Совета Божия о владычестве человека принимают за объяснение образа Божия, что, впрочем, сомнительно. Должно тщательно заметить, что черты, сходство не всегда суть черты образа. Но как черты образа Божия в человеке не определяются Словом Божиим с числительной точностью, как будто для того, чтобы он и в этом отношении был образом неограниченного и неописанного существа, то и не нужно принимать сей образ слишком в тесном знаменовании. Можно согласиться, что общее основание его находится в существе и способностях души. Существенные и живейшие черты состоят в отражении Божественной Истины и Благости, или в святости истины. Преимущество же человека более внешнее и относительное суть дополнения и следствия его. Человек есть духовно-телесное существо. По библейскому воззрению, человек представляет собой единство тела и души. Тело составляет существенную принадлежность полноты его бытия. Человек есть духовно-телесное существо. Что мы телесные существа – это факт непосредственного опыта. Что мы имеем в себе душу, духовную силу нашей жизни – это предмет непосредственного сознания. Священное Писание прежде всего указывает на тело, как на материальную основу. То же самое всегда повторяется при происхождении человека. Как телесное существо, человек находится в связи с телесным миром, как венец его. Его тело есть воспроизведение вещественной природы. Ее различные области повторяются здесь на высшей ступени и соединяются в один художественный живой организм. Отличительная особенность библейского воззрения состоит в том, что, хотя оно и не полагает сущности человека в теле, а однако смотрит на тело как на существенную составную часть человека, принадлежащую к полноте его бытия. Таким образом, оно занимает средину между тем воззрением, которое относится с полным пренебрежением к телу. Так что жизнь после смерти переходит в состояние мрачного существования в виде тени, как это мы видим у Гомера. Следствием чего тогда необходима является нравственность, выражающаяся в языческой мудрости. Будем есть и петь, потому что завтра умрем. И тем другим спееритуалистическим воззрением Платона, которое считает тело темницей и узами. Так что блаженство человека состоит в том, чтобы освободиться от них и перейти в чистое духовное бытие. И чем скорее, тем лучше, ближайшим следствием чего затем является стоическая мудрость, требовавшая самоубийство. По библейскому воззрению, тело принадлежит к существенному составу человека, равно как служит и условием полноты его благосостояния, как теперь, так и в будущем его состоянии. Как нарушение телесного бытия или ослабление связи между телом и душой, в известных состояниях есть нечто болезненное, есть разрушение истинного благосостояния человека. Так, вероятно, можно сказать, что и полное разлучение их, и низведение на чистое духовное существование в смерти, в известном смысле есть высшая болезнь человека. И человек истинно здоров бывает опять только тогда, когда в нем восстанавливается истинная гармония тела и души. Но тело не только присуще для человека, но и имеет и существенное значение для него. Вся духовная жизнь коренится на этой телесной основе, и в этом органе телесного организма находит посредство для своего проявления. Всякая жизнедеятельность духа совершается не сама по себе, а только в теле и через тело. Его проявления находятся в зависимости от последнего. Тело есть необходимый орган духа. Отсюда следует, что всякое нарушение тела оказывает разрушающее воздействие и на внешнее проявление духа. То, что мы называем душевной болезнью, так как при этом нарушается способ проявления духа. В сущности есть телесная болезнь. Она есть расстройство телесного органа, вследствие чего нарушается и самая духовная жизнь. Если струны известного инструмента расстроены, то и музыкальная пьеса исполняется неверно. Музыкальная пьеса сама по себе остается одна и та же, а исполнитель может играть совершенно верно, но расстроен самый музыкальный инструмент. Так же мы должны понимать и духовное ослабление в старости. Телесный организм отказывается исполнять свою службу, вследствие чего дух проявляется лишь весьма несовершенно. Он уходит с самого себя, в свой сокровенный мир, и через тело выступает лишь весьма мало. Сам по себе он не сделался меньше, не состарился. Все зависит от посредства и проявления его в человеческом организме. Такое, следовательно, значение по библейскому воззрению имеет тело. Это воззрение не есть спиритуалистическое. Оно признает известные истины в том воззрении, которое придает надлежащее значение материи. Но не менее, во всяком случае, оно признает в человеке и душу, которая в нем есть самостоятельный духовный принцип, а не простая функция телесных органов, в чем и состоит родство человека с Богом и его связь с ним. К этому положению приводит самое простое наблюдение. Человек представляет две различные стороны для рассмотрения. Одна есть внешняя, чувственная, которая проявляется вовне. Другая есть внутренний мир чувствований и мыслей, которая уводит за пределы чувств и указывает на связь человека с сверхчувственным миром духа, центр которого есть Бог. Учение о существовании души есть необходимое предположение не только всякой религии, но также и всякой нравственности, даже вообще всякого высшего духовного взгляда на человеческую жизнь. Если у человека нет души, то нет та же души и в жизни человечества, души поэзии, души всякого высшего чувствования, души взаимообщения и сердец, высшего нравственного сознания и стремления и, наконец, жизни для Бога и в Боге. Весь мир станет тогда лишь зеленеющим кладбищем. Но мы имеем непосредственную уверенность в том, что у нас есть душа, то есть самостоятельный принцип духовной жизни, который, правда, теснейшим образом связан с телесным, но поэтому еще не тождествен с ним или не представляет простого проявления его. Но говорить, что это обман, что все есть только жизнь материи, говорят, многим, быть может, еще памятен тот оживленный спор, который несколько лет тому назад шел по этому вопросу, возбужденному нападением Рудольфа Вагнера на материалистическое воззрение и ответом на него Карла Фохта, и который до настоящего времени живо занимает умы и не раз обсуждался в печати. Остановимся несколько на рассмотрении этого психологического материализма. Идея души имеет всеобщий характер. Мы находим ее у всех народов, на всякой ступени цивилизации. Она, следовательно, есть необходимая, а не случайная идея. Откуда же происходит она, если она не есть выражение соответствующей действительности, следовательно, истина? Нет еще ничего такого, в чем бы мы имели большую уверенность, чем в существовании души. Как мы уверены в существовании Бога, так уверены мы и в существовании души. Напрасно пытаются отвергать ее. Именно мое сомнение и мое отрицание и указывают на силу мысли во мне, следовательно, на духовный принцип, который мыслит. Но как издавна пытались отрицать Бога, что однако же оказалось невозможным, так то же самое и с душой. И это отрицание сделалось исходным пунктом полного материалистического миросозерцания. Это воззрение известно было уже древнему миру, и оно только подновлено было в конце прошлого столетия. Корни его лежат в сенсуализме, то есть в том философском воззрении, которое всеистина основывает на восприятии чувств. В основе его лежит общее положение, что только чувственное есть действительность и истина. Следовательно, только чувственное восприятие есть источник познания истины. Фейербах придал этому воззрению связанную философскую форму. Защитники материализма в области естествознания только повторили положение Фейербаха. В софиняниях этих ученых едва ли можно найти хотя бы одно положение, которое уже не высказано было раньше Фейербахом. Общее основное положение этого воззрения есть отрицание всего сверхчувственного, как в этом, например, признается Верхов. Естествовед знает только тела и свойства тел. Что выше этого он называет трансцендентным и трансценденцией, то есть сверхчувственным, и на трансценденцию, то есть сверхчувственное. Он смотрит как на заблуждение человеческого духа. Поэтому все, что мы называем духом, есть только деятельность материи, так называемая душа есть только коллективное название для суммы нервных процессов, есть куча мусора, как назвал ее один физиолог, которая также рассыпается, как она и собрана. В самой основе своей материально и смертно, как и тот орган, функции которого она составляет. Мысли, где суть произведения мозга, потому что свойства мозга имеют определяющее значение и для свойства мыслей. У негра менее обработанный мозг, поэтому у него менее и ума. У ребенка мозг еще мало развит, поэтому мало и развито у него мышление. У старика мозг иссушен, и поэтому сухо его мышление. У женщин он имеет меньшего объема и веса, поэтому и мышление их не может равняться с мышлением мужчин. Болезни, поражающие мозг, поражают также и мышление. Страданием мозга есть душевная болезнь. У животных отнимали различные части мозга, вместе с чем отнимались и части их духовных способностей. Следовательно, как бы по частям отнималась их душа. Следовательно, то, что мы называем мышлением, душой, духом, есть где только функция мозга, подобно тому, как желчие произведения печени и так далее. Мозг выделяет из себя мысли, и мыслит, собственно, фосфор в мозгу. Так что без фосфора нет и мысли. Следовательно, все сводится на свойства, а поэтому на питание мозга, вообще на питание человека. Что человек ест, то он и есть. Человек есть сумма родителей и кормилицы, место и времени, воздуха и воды, звука и света, пища и одежды. Его воля есть необходимое вследствие всех этих причин и находится в зависимости от закона природы. Мысль есть движение материи, трата мозгового вещества, равно как и сознание есть не что иное, как известная принадлежность материи. Грех заключается в неестественном, а не в наклонности делать зло, учит малешок. Собственно говоря, не существует и никакого греха, а следовательно, не существует и права на наказание. Все понимать, значит все прощать. Таким образом, с этой точки зрения прекращается всякая нравственность, и учение о нравственности превращается в своего рода обеденное меню. Правда, если такие защитники материализма, которые воздерживаются от крайних выводов его, такие ученые, как Верхов, Бурмейстер, Киндаль, Альп, Ланге, Эгер и другие, полагают, что они могут примерять своим учением нравственную свободу и ответственность. Хотя эта непоследовательность и делает честь их сердцу, а однако же она от этого не перестает быть непоследовательностью. Пока в принятии сверхчувственного будут видеть только заблуждение человеческого духа, до тех пор всякая попытка избегнуть вследствие материалистического принципа будет напрасной. Материалистическое воззрение распространено гораздо больше, чем обыкновенно думают. Оно находится в тесной связи с чувственными наклонностями нашего времени вообще. Нельзя отрицать, что в настоящее время и в практической жизни господствует материалистическое направление, движущей силой которого является эгоизм. Самый материализм есть как бы научное оправдание этого направления. Поэтому то и другое находится в тесной дружбе между собой. Материализм исходит из двух основных мыслей. Всякое познание происходит из чувственного восприятия. И все, что мы называем духом и тому подобное, есть деятельность материи. Но оба эти положения суть только легкомысленное утверждение. Если все мысли считать только произведением чувственных восприятий, то в сущности не будет никаких мыслей, а только представления. Но так как мы, однако же, имеем мысли о сверхчувственном, то у нас есть и чистое понятие, которое ничего не имеет общего с материальным, которое совершенно духовной природы. Так как мы имеем даже мысль об абсолютном, которая всецело выходит за пределы вещей и чувств. Кроме того, мы составляем суждения и выводы, которые дают возможность видеть самостоятельную способность в духе. Мы даже критически относимся к чувственным явлениям. Следовательно, носим в себе такие уверенности, которые противоположны чувственному впечатлению. И мы мыслим не только о чувственном, но и о самом нашем мышлении, которое, однако же, есть нечто совершенно сверхчувственное. Следовательно, мысли не просто результат чувственных впечатлений, но вместе с тем результат самостоятельного духовного принципа. Затем, материализм еще говорит, то, что мы называем духом, душою, мыслью и так далее, есть произведение мозга. От свойства мозга зависит и свойства мысли. Душа есть только функция телесного организма. Но при таком взгляде, как справедливо возражали на это, всякое мышление есть нечто необходимое, потому что, как я не в состоянии изменить моего мозга, так не в состоянии изменить и моего мышления. А в таком случае нужно отказаться от желания изменять в человеке мнение, приводить его к другим мыслям, так как он не может мыслить иначе, чем именно мыслить в его голове, его мозговая материя. В таком случае трудно понять, зачем материалисты пишут свои книги, имеющие цель навязывать нам свои воззрения. Мы ведь не можем ничего делать против свойств нашего мозга. Они должны постараться как-нибудь иначе действовать на наши мысли. Но не есть ли логика одна и та же для всех людей и всех отношений, для всех климатов и всех образов жизни и так далее. Не есть ли следовательное мышление нечто такое, что не зависит от свойства мозга. Не есть ли религиозная и нравственная истина одна и та же для всякого возраста, и возможность ее существенного познания одинакова для всех. Мы даже знаем, что в преклонном возрасте часто даже при смерти, когда мозг, следовательно, совершенно сморщен и уже начинает отказываться от исполнения своего назначения, могут иметь вместо поразительнейшие проявления духа. И последним словам умирающих во все времена придавалось особенно важное значение. Это наглядно показывает, что душа не есть одной и той же функции мозга. Конечно, мозг есть орган мышления, орудие духа. Но всякий инструмент требует того, который играет на нем, иначе он будет нем. Хотя бы в его струнах и заключались все звуки, все музыкальные идеи могли находить в нем свое выражение. Материализм смешивает необходимые условия деятельности с причиной ее. Мозг есть необходимые условия духовной мыслительной деятельности, но не причина ее и не принцип самого духа. В основе этого учения лежит коварная мысль, что орган духовной жизнедеятельности делается причиной самой духовной жизни. Так как мы мыслим только через мозг, то отсюда выводят, что самый мозг есть то, что мыслит. Своего рода логический обман, на который именно и указали Либих в своих химических письмах и Гельмгольц в своих физиологических лекциях. Правда, Фокт говорит, пусть покажет нам душу, но в таком случае мы можем также сказать ему, пусть он покажет нам свой ум. Так как под микроскопом нельзя рассмотреть никакого духа, то будто бы его и не существует совсем. Откуда же мы знаем, что мир микроскопа и есть весь мир? Нельзя ли именно микроскоп считать познавательным средством для духа? Разве не существует привязанности, верности, сыновней любви, дружбы среди людей, никакой душевности и так далее? Потому только, что анатом со своим ножом не находит в человеческом теле никакого следа этих невещественных величин. Имеет ли кто-либо право чувственное восприятие делать меркой всех вещей? В наше время проявляется справедливое стремление, все теории обосновываясь на фактах. Отсюда именно и возникла особая философия, так называемый позитивизм Гогюста Конта во Франции. Это направление повсюду имеет своих учеников, которые признают только факты и ничего более не хотят знать о простых теориях и отвещенных умозрениях прежнего периода. Но область факта не заканчивается только в области чувственного. Есть также и другие факты, которые не менее несомненны, чем и факты чувственного опыта. И это именно три факта, которые решительно подрывают основу материалистического воззрения. Это именно факты духовного, нравственного и религиозного сознания. Человек имеет мысли. Что он имеет мысли? Это есть нечто божественное в человеке. Животное имеет ощущение, представление, влечение и так далее. Но мысли в собственном смысле этого слова имеет только человек. Мысль есть именно то, что лежит в основе всякого бытия, так как вечные мысли Бога и нашли свое самоосуществление в мире. Отсюда в том именно и заключается некоторое богоподобие в человеке, что у него есть мысли, которым он может давать осуществление. Поэтому человек имеет та же и язык. Что он говорит, это есть внешнее проявление того, что он думает, так как мышление есть внутреннее говорение духа, которое воплощается в слове. Животные не говорят, потому что они не мыслят. Их язык есть только общее выражение ощущения, так как их душевная жизнь не выходит за пределы ощущения, между тем, как человек мыслит. Но его мышление имеет не просто индивидуальное значение, так как он носит в своих мыслях та же и всеобщая истина. Логические истины имеют всеобщее значение. Здесь человек выходит за пределы своей отдельной жизни и поднимается в область общей жизни духа. Живет ею в своей духовной жизни мыслит ее и выражает ее существенные законы в логических истинах. Да и не только эти формальные законы общей духовной жизни, но человек мыслит также и материальные истины и ее общие идеи истинного, доброго и прекрасного. Человек признает и мыслит мир идей, происхождение которых лежит в самом Боге и которые осуществляются в этом духовном мире в доказательство того, что его Родина не просто этот мир, но именно высший, сверхчувственный мир. Он мыслит о вечности, мыслит о Боге. И эти высочайшие мысли служат признаком того, что он существует для вечности, существует для Бога. Так мышление человека поднимается с низшей ступени на самую высшую. И однако же при всем том остается в себе самом, поддерживает единство с самим собою. Человек мыслит себя самого и таким образом воспроизводит свое собственное бытие как факт своего сознания. В этом сознании человек постигает самого себя, в этом подобии творчества и может быть познаваемо богоподобие человека. Человек имеет мысли. Мысль о Всевышнем и мысль о себе самом. Это есть одна сторона его богоподобия. Другая сторона состоит в том, что у него есть свободная воля. Свободная воля человеческого духа. Животное имеет влечение. Человек имеет волю. То есть он определяется в своих движениях не просто чем-то чуждым, непростым воздействием совне или от собственной природы, но свой последний пункт его действия находит в нем самом. Он носит в себе пункт свободы, куда не проникает никакое воздействие совне и никакое возбуждение его собственной природы, хотя бы оно было самое сильное и страстное. никакое действие его индивидуальной особенности, никакая сила привычки не в состоянии заставить человека хотеть и действовать непременно так, а не иначе, так, что он не мог бы уже делать ничего иначе. Хотя бы внешние обстоятельства или внутренние возбуждения или побудительные причины и действовали на человека, в конце концов, однако же, результат зависит от собственного решения человека. Уже то, что человек может действовать произвольно, доказывает его свободу, которая продолжает существовать и тогда, когда он позволяет определять себя в своем действии причинами и обстоятельствами. Ведь все-таки не эти же обстоятельства и причины хотят за него. Так что его хотение и действование было бы только формой, в которой совершается закон необходимости. Но это есть дело собственного свободного самоопределения, по которому человек свое хотение применяет к обстоятельствам, а не устраняется от них. Последним решающим актом всегда бывает то, что человек именно решается сделать то или другое. Он делает не потому, что, безусловно, должен, а потому, что он хочет и нет такой силы, которая могла бы заставить хотеть. В отдельных случаях он может и не хотеть, может хотеть иначе, чем он хочет, может делать выбор. Хотеть, значит, быть свободным в своем решении. И эта свобода есть способность иметь возможность действовать и иначе, иметь способность выбора. На этом основывается вся ответственность и нравственная вменяемость. Ведь то, что я делаю, я могу так же и не сделать, и могу сделать, чего не делаю. Мое дело есть мое собственное свободное решение. В этом человек подобен Богу. Ведь высшее, что можно сказать о Боге, есть то, что он есть свой собственный властелин. Так и человек в виде от образа есть свой собственный Господин через свою волю. свободный. Но в этой свободной воле самая первая ступень есть сила воли, в которой мы прежде всего и нуждаемся. Недостаточно иметь мысль быть одаренным умом, нужно иметь также и волю, быть сильным в воле. Слабость воли есть несчастье, и если она составляет отличительный признак известного времени, известного поколения, то это общественное несчастье. Только в воле совет и помощь. Ведь воля есть сила действия, и только та жизнь истина, которая состоит в действительности. Нужно воспитывать и развивать в себе силу воли. Водвойне это необходимо в такие времена, как наша, когда бледнота мыслей разъедает жизнь, и постоянно критическая рефлексия, как разрушительная ржавчина, наседает на металл воли и отнимает у нее всякую остроту ее энергии или неумеренность умствования, заставляет ее рассеиваться и лишает ее той сосредоточенности, в которой она нуждается для энергической деятельности. Господство человека в мире. Человек, как состоящий из тела и души, как духовно-телесный организм и свободная личность, занимает двоякое положение. Он находится в известном отношении к миру и в отношении к Богу. Причем по отношению к миру выступает как господин, а по отношению к Богу как его отобраз. Он занимает средину между двумя мирами, как связующая нить этих миров, мира чувственного и мира сверхчувственного. Он есть сосредоточенное воспроизведение мира, микрокосм, маленький мир в себе, но в то же время есть высшее сочетание мира в личности, и поэтому свободный господин его уже внешность его обнаруживает в нем властелина. Конечно, в действительности человек часто оказывается в жалком и печальном состоянии, но и в этом искаженном его состоянии еще можно распознать лежащие в глубине его черты. Эти черты обнаруживает в нем царя. Правда, мы зависим от сил естественной жизни, не оказываемся по отношению к этим естественным силам слабыми и немощными. Но при всей своей слабости и зависимости мы, однако же, имеем сознание внутренней свободы. Мы победоносно торжествуем в духе и даже повергнутые в прах возносимся в духе превыше всех звезд. Человек есть господин всего. Он господин уже вследствие своего познания. Ведь познание есть знак и осуществление владычества. Через познание известной вещи я внутренне овладеваю идею и делаю ее мне подчиненной и подвластной. Благодаря своему познанию человек занимает пророческое положение в мире. Его дух проникает в сущность вещей и доискивается последних оснований их. Он переводит предметы чувственно являющегося мира во внутренние духовные образы, в которых обнаруживается истина, заключающаяся в чувственной скорлупе. Он идет за пределы чувственного и переходит в мир духовных идей, которые суть основные типы всего чувственного. И таким образом все приходящее постигает в его вечной истине. Это познание теперь смутно и остается в течение жизни неполным, отрывочным. Но и в этой разрозненности проявляется пророческий дух, который быстрее, чем свет пробегает по путям мира на крыльях мысли и из времени переносится в вечность. Нет ничего такого, к чему бы не мог приблизиться познающий дух человека. И нет ничего такого, чтобы было закрыто для него. Было бы недоразумением, если бы кто хотел ради христианства и спасения души полагать известные пределы потребности знания и границы самому знанию. Само знание не надмивается, а надмивается только то знание, которому недостает истинного, смиренного, не себя любивого чувства правды. Весь мир отдан человеку, чтобы он господствовал над ним. И ближайшим обнаружением этого господства является то, что мы познаем мир во всех его явлениях. господствуем